Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Как бы его начать? Наверное, сначала скажу то, что часть этого видео была записана еще в начале февраля, когда я сильно болела, когда у меня не было голоса, но уже возвращались силы. Я затеяла, с одной стороны, грандиозную уборку, потому что я очистила то, до чего вечно не доходили руки, а с другой, вроде как, и не мыла полы, и тут не переставляла мебель, ничего такого. Но, тем не менее, это то, что помогло мне как-то отвлечься, даже тогда, когда я болела, сейчас, так как никогда, актуально. Есть несколько вещей, которые помогают мне переключиться, как-то разгрузить голову. Во-первых, это времяпрепровождение с детьми, это наши лучики света или домашние животные, да, то что-то сделают, то что-то скажут, то ты сосредотачиваешься на том, что здесь и сейчас, а не глобально во всем мире. То есть, раз ты смеешься вместе с ними, раз ты ругаешься, ну, в общем, дети, это, конечно, что-то, что всегда вытягивает тебя из каких-то неприятных вещей. И домашние питомцы. Господи, я всегда говорила о том, что Мика явно была послана нам ради чего-то, несмотря на все неприятности со здоровьем, которые никуда не ушли, не прошли, не покинули нас. Но все равно это тот пушистый островок спокойствия и такого равновесия. У нее все без изменений. Она, конечно же, живет с нами в доме. Для нее вообще ничего не изменилось, помимо количества людей. А так, ради нее я должна выходить на свежий воздух два раза в день или хотя бы раз в день. Это физиологическая необходимость. Поэтому дождь не дождь, снег не снег. Если солнце, то классно, и ты идешь на прогулку. Конечно же, сейчас весна, и для многих из нас свежий воздух и прогулки на природе – это то, что действительно помогает как-то найти вот этот баланс. Поэтому, да, хожу гулять, и это действительно спасает. Также быт, какие-то рутинные дела, которые никто не отменял, несмотря на все обстоятельства, где-то нужно что-то убрать, где-то помыть. И сейчас мы с вами перемещаемся в ту часть влога, где мы будем наводить порядки. Если вы не будете делать то же самое, то просто доставайте свои швабры, тряпочки и давайте убираться вместе. Весна, новый сезон за окном, и мне кажется, что вот перед Новым Годом особенно хочется как-то привести все в порядок и также в преддверии весны. Тем более, что Пасха тоже не за горами. Поехали! Свою уборку я решила начать с духовки. Это уже финальный результат, и, честно говоря, такое я провожу нечасто, но стараюсь делать регулярно. Так как я пробовала новое средство для себя, которое купила совершенно случайно на польском Олегро, я надела маску и перчатки. Обычно я убираюсь без перчаток, мне как-то так удобнее. Возможно, камера этого не передает, но гриль довольно сильно запачкан по той причине, что не все в нашем доме, я имею в виду моего мужа, используют какие-то коврики, бумагу для выпечки, фольгу и прочее. Это средство я нашла на Олегро. Я увидела, что многие его приобретают и купила чисто ради интереса. Я переживала за то, что оно будет слишком ядреным, но в составе есть кислоты, которые можно использовать в быту, и оно не слишком сильно воняет. То есть можно было даже не надевать маску, но обязательно перчатки, потому что оно может разъедать кожу. Я вот так набрызгала противень и оставила его на полчаса для того, чтобы пена сработала. Якобы в этом средстве есть наносеребро, не знаю, что именно там работает, скорее всего кислоты. Вы мне писали в инстаграме, что можно было бы и поснимать вот эти панели, что якобы духовка сама по себе очищается, но я этого не смогла сделать. Возможно, нужно было поискать инструкцию, но мне было слишком лень. Все и так хорошо сработало, вы сами в этом убедитесь. Я нанесла средство на те поверхности, которые нуждались в чистке, и посмотрите, как все хорошо растворяется. Правда, раньше я терла какими-то ершиками, чего я только не делала. И это действительно то средство, которое меня покорило. Потом вы увидите, что еще я отмыла при помощи него. Когда пена уже растворила большую часть загрязнений, я все убирала тряпочками, какими-то бумажными полотенцами и уже протирала насухо. Мне очень понравился результат, и теперь я постоянно буду его покупать. И мне еще интересно было бы попробовать и другие средства от бренда NanoMax. Если у вас они были, поделитесь, пожалуйста, как там для окон. Возможно, вы еще что-то покупали, потому что для меня это первое случайное знакомство с этим брендом, в частности с этим средством. Я видела, что в Украине оно продавалось, не знаю, как сейчас, но девочки писали, что в польских Росманах оно также есть. Но не во всех, только в больших, и то не постоянно, но в интернете оно без проблем продается и стоит совершенно недорого. Противень я чистила таким же образом, но если есть какие-то слишком сильные загрязнения, то я пустила в ход еще и такую шершавую губку или что там у меня было, и хорошо все помыла. Противень как новый. Если вы знаете, как это все сделать при помощи каких-то обычных средств, там лимонной кислоты, чего-то другого, поделитесь со мной, потому что как-то химию проще использовать, но мало ли, вдруг есть что-то более щадящее. Я решила отмыть все, что было под рукой, и как-то год тому назад у Светы, фитпшописы, болотницы, у нее свой профиль в инстаграме, можете посмотреть, там много разных советов. Я посмотрела у нее, как вообще открыть вот эту дверцу от духовки и отдельно помыть все стекла, потому что хочешь не хочешь, туда тоже попадают и крошки, и какие-то загрязнения. Будьте предельно осторожными, потому что у меня вот дверцы автоматически закрываются, и можно разбить стекло, и сразу же так же продумайте, куда вы его положите. Я все остальное отмывала при помощи обычного средства, которое покупаю в ближайшем магазине, в составе нет ничего плохого, и я вот как обычные окна, как стекла, все помыла. Аккуратно складываем помытые стекла и фиксируем вот эту заглушку сверху. Моя мама пробовала сделать то же самое, оказалось, что у нее это не проходит. То есть каждая плита отличается, и вы можете найти инструкцию к вашей плите, и потом уже разобраться. Для того, чтобы помыть стекла, я разложила на полу бумажное полотенце, и мыло получается последнее верхнее стекло, на которое попадают какие-то загрязнения во время жарки. И насухо все протирала волшебная тряпочка от бренда Веледа. Она хорошо забирает какие-то, вот знаете, ворсинки после полотенца, после тряпочек. Фиксируем все заглушкой, и вуаля, наша духовка как новая. Только посмотрите, насколько идеально очистилось все. Вы, возможно, этого не заметили, но поверьте мне, что все было рыжее в пятнах каких-то, потому что я часто что-то тушу, запекаю. И той же волшебной тряпочкой от бренда Веледа я протираю уже, получается, снаружи и микроволновку, и духовку. Внутри загляденье можно рассматривать бесконечно. Я никогда не была в состоянии отмыть все вот так, и я не могла нарадоваться тому, как теперь выглядит моя духовка. До микроволновки пока что руки не дошли, но я обязательно это сделаю в ближайшее время. Конечно, стекло идеально чистое, даже можно сказать стекла, потому что их три. И в порыве своей уборки я решила заняться еще и чайником, потому что независимо от бренда, всегда и везде образуется накипь. Наверное, можно было бы избавиться от нее какими-то подручными средствами, типа соды и лимонной кислоты. Точного рецепта не знаю. Я залила где-то около полулитра холодной воды. И интересная штука. Я купила ее в нашем местном магазине. Вот так она выглядит. Наверняка есть и какие-то другие. Она на основе концентрированной лимонной кислоты засыпала содержимое этого пакета в чайник, прокипятила, оставила на 15 минут, вылила и... Та-дам! Вообще нет ни грамма накипи. Все исправно работает, хозяйка довольна. На этом я не остановилась и решила помыть еще посудомойку. Я думаю, что вы без меня знаете, как ухаживать за фильтром, но я пошла дальше. Я достала фильтр. Его я или муж мы моем как минимум один раз в неделю, потому что хочешь не хочешь, туда попадают какие-то остатки пищи. И прежде чем сложить какую-то посуду в посудомойку, мы не особо все споласкиваем. Если есть большие куски чего-то, то, конечно, мы это выбрасываем в мусорку и только потом загружаем. Ну а так где-то листья салата, еще что-то попадается. И это периодически нужно делать, потому что потом это все циркулирует уже в чистой посуде, которую ты хочешь помыть. Но кому это надо, прилипает к тарелкам. Так что вот так щеткой я все хорошо отмываю, и даже самой потом приятно пользоваться чистой посудомойкой. Помимо этого я еще сняла вот эти части, в которые поступает вода. К сожалению, не знаю, как они называются, но здесь есть такие дырочки, через которые поступает вода. И они периодически забиваются, поэтому потом наша посуда недостаточно хорошо помыта в посудомойке. Вы можете набрать в них воды и посмотреть, из какой дырочки она не вытекает. Я еще раз помыла все щеткой и потом уже пинцетом или зубочисткой доставала то, что было в этих дырочках. К моему удивлению, действительно, некоторые из них были забиты напрочь. Это все снимается, устанавливается. Опять же, читайте инструкцию вашей посудомойки. Я думаю, что вы без проблем разберетесь. Раз получилось у меня, получится и у вас. Также я мою раковину при помощи средства с натуральными фруктовыми кислотами. У меня это сейчас фрош. Но покупаю абсолютно разное. Смотрю просто на состав, потому что все-таки тут и фрукты, и овощи, и посуда, из которой мы едим. Вот у нас дома стоит фильтр, благодаря которому нет вот этого такого белого налета от воды. Но, тем не менее, периодически что-то, да, проступает. Поэтому я мою все губкой. И вы знаете, все очень просто содержать в чистоте. Главное это делать регулярно. Пришло время показать вам тостер, который мы очень часто пользуемся. Он обалденный бренд Тефаль. Но я не знаю, как так получается. То какие-то вафли туда заливаются, когда слишком много теста. То сыр вытекает. И вот как это выглядело внутри. Я не могла ума приложить, как это все очистить. Сверху я все мою обычной губкой. Не совсем обычной, она из Алиэкспресс. Но это чудо-тряпочка, которая всегда спасает. Пластик я помыла при помощи нее. А внутри я опять же нанесла вот это средство от NanoMax. Оставила на полчаса. И все обычным бумажным полотенцем убирается на ура. Где-то я помогала себе щеточкой. Нанесла повторно, снова оставила. Но я вообще в таком восторге от того, что мне удалось его очистить. Потому что раньше это не получалось. Мой тостер практически как новый. Здесь съемные панели. Я их мою в посудомойке. Но приятно же, когда внутри он тоже такой ухоженный и чистенький. Осталось поставить те панели, которыми мы будем пользоваться. Сразу его не подключайте в розетку. Дайте ему хорошо просохнуть. Вообще любой технике. И только потом можно будет включить в розетку. Все исправно работает. Бомба. Что тут еще сказать. Расставляю все по местам. И знаете, аж легче дышать. Когда все чистое. Когда вот есть порядок. И для меня это своеобразная медитация. Когда ты не можешь навести порядок в своей жизни. То начинаешь убирать все вокруг себя. Нашу печку. Камин на пилет. Обычно чистит мой муж. Потому что он достает специальный пылесос. Но я взяла Dyson. Это была не самая лучшая идея. Потому что можно забить пылесос. Но за один там несколько раз. Ничего с ним не произойдет. Я все пропылесосила хорошо внутри. Потому что когда открываешь. Все выпадает из него. Короче я такое развернула. Что потом еще три часа этим занималась. Я решила помыть вот это стекло. Тоже средством NanoMax. И все идеально. Даже муж говорит, что у него так не получалось. Поэтому теперь для камина и для печки тоже будем использовать его. У меня ушло очень много бумажных полотенец, тряпочек. Но зато и внутри камина, а не только снаружи, идеально. Снаружи я мою его тем же средством, которое использую для окон. Продолжаю доснимать недостающие части этого влога. Потому что я постоянно ношу с собой телефон. Что-то снимаю. Потом непонятно что к чему. Так как мне самой необходимо было поехать в торговый центр. И купить вещи для мальчиков. Они растут. Новый сезон. Плюс они очень быстро изнашивают какие-то спортивные штаны. Пачкают футболки, которые невозможно отстирать. И я посчитала, что это будет полезным для тех, кто сейчас приехал в Европу. Кто ищет какие-то недорогие магазины, где можно было бы одеть и обуть детей. Я постаралась указывать цены в евро или в польских злотых. И, кстати, если вы смотрите меня из других регионов, напишите, пожалуйста, насколько сильно отличаются цены на детскую одежду и детскую обувь у нас и у вас. Что касается беженцев здесь в Польше, это настолько обширная тема, что она заслуживает отдельного влога. Я потихоньку возвращаюсь к регулярным съемкам, поэтому думаю, что на следующей неделе выйдет такое видео. Но если вы вдруг хотели бы приехать в Польшу, то вы все еще это можете сделать, даже не имея загранпаспорта. Достаточно иметь украинский паспорт и свидетельство о рождении ребенка. И также во время пересечения границы проследите, чтобы вам или поставили печать, или выдали какой-то документ с датой въезда. Такой хаос, но вы сами понимаете, какая ситуация. Многие об этом забывают, теряют эти бумажки, и потом чуть сложнее легализоваться здесь, но вас никто не отправит домой. Все это можно сделать, все можно утрасти. И несмотря на огромные очереди во всех госструктурах, кто хотел бы сейчас получить ID номер и оформиться, все переживают, что дается там две недели на оформление документов, а по факту очередь такая, что мама, не горюй, не переживайте. Польша идет навстречу и дает необходимое время каждому, кто приехал из Украины с 24 февраля. Ну что, поехали на шопинг для детей. Возможно, как-то появится настроение и для... Не то чтобы шопинга для себя, но хотя бы для примерки. Может, будет влог для взрослых. Но пока что вот так. Поехали. Один из моих любимых недорогих магазинов, где я нахожу неплохие вещи для детей, это Пепко. Не только для детей, но и для дома всякое разное. Здесь в основном приятные цены для детского сада, для дома и даже на выход. Часто приобретают детям футболки, спортивные штаны, белье. И для сравнения. Футболка 8 злотых. Это всего 2 евро. Если это подросток, то понятно, что цены будут чуточку выше. Но все равно это более доступно. Мне здесь нравятся хлопковые изделия. Вот спортивные штаны. Наверное, это для девочки. Хотя есть и серые обычные, что-то цветное. Тоже по 10 злотых. Вот, например, тоже за 10 злотых. Классные, мне кажется. Все возможные толстовки с капюшоном на замке. Пожалуйста, 6 евро. Такая или с Микки Маусом. Смотрим цену. С легким начесом. Тоже до года. Нет, даже до 36 месяцев. За 20 злотых, то есть 5 евро. Прикольная толстовка без замка, без капюшона. 5 евро. 20 злотых. Приятный материал. Не слишком тонкий. Джинсовка до 2 лет для девочки. 7 евро. 30 злотых. Даже если постирать. Ну вот я мальчикам покупала. Все было окей. Прикольные джинсики для девочки. За 6 евро. 25 злотых. И в каждом магазине я встречаю наших. У нас все очень быстро разбирают. И это не только сейчас. В принципе, Пепко пользуется большой популярностью. Есть хлопковые шапочки. Они такие двойные. То есть материал вдвое сложен. Разные расцветки. Нужно просто попасть в то Пепко, где что-то еще осталось. И вот уже вязаные. 2,5 евро. А хлопковые 4. Но это лицензия Бэтмена. Можно найти что-то побюджетнее. Ассортимент в Пепко обновляется часто и регулярно. У них бывают весенние коллекции, летние. Сейчас я вижу, что начали привозить всякие платьицы. Даже что-то нарядное. Можно высмотреть и приобрести леггинсы. Для девочек от 2 евро. До 2,5. То есть хлопковые, тоненькие. Просто на каждый день. Ветровка для подростка. Для девочки сейчас смотрим. Она и на теплом таком флизе с одной стороны. И от ветра тоже будет хорошо защищать. В жизни цвет красивее. Он такой нежный, пудрово-розовый. И стоит 12 евро. На рост от 134 до 170. Даже на меня подошла бы. Потому что я 1,62. На девочек до 9 лет. Есть вот такие блестящие, прикольные. Тоже непромокаемые. Флиз. Всего, девочки, 10 евро. Здесь же продаются брендовые всякие соски, бутылочки, чашечки, слюнявочки, пеленки. Видела. Все, что может вам пригодиться для совсем маленьких детей. Пижамки, носки, колготки. Все еще есть. И это добро от 6 злотых. В зависимости от того, что это. Понятно, что одни штанишки будет дешевле, чем какой-то пижамный набор. Ну вот, например, 7 злотых. 7 злотых. 7 евро, извините. Хлопковый комбез. Это может быть пижама. Это уже на каждый день. Удобно расстегивается на замочке. Или вот такое, чуть потеплее. Очковые футболки тоже от 8 злотых. Это даже чуть меньше, чем 2 евро получается по актуальному курсу. Также спортивные штаны. Футболки здесь действительно крутые. Я много раз вам рассказывала. Здесь найдете и мягкие спортивные штаны на каждый день. И джинсы. Более удобные брюки. Вот, например, мальчикам беру типа такие. Типа таких, и они стоят 7 евро. Ну и 7-10. Еще иногда от расцветки зависит. Самые обычные джинсы. Такие серо-черные. 7 евро. Это хорошая цена. Но они не плотные и без подкладки. То есть уже на весну, даже лето. Возможно, лето будет холодным. Кто знает. От 40 злотых. И чуть выше. Обычная ветровка. 12 евро. Или вот что-то поплотнее. Когда мне надо было для моих детей, я нигде не могла их найти. 10 евро. Вот такая курточка на переходной сезон. Здесь разные расцветки. Я еще видела такую приглушенную голубую. Очень красивую. Типа как морской. Цвет. Мальчикам люблю брать здесь спортивные штаны. Просто серые или с каким-то небольшим узором. И они идут уже на большую ростовку. До метра 70. Стоят они, видите, по 9 евро. Наверное, Бэтмен будет чуть дороже. Нет, тоже 9 евро. Короче, действительно, цены классные. Однозначно советую вам посетить этот магазин. И не только сейчас. Ни в коем случае не реклама. Я не сотрудничаю с Пепко. И вообще в этом видео делюсь с вами от себя 9 евро. И черные без ничего. Короче, выбирай. Не хочу. Также в Пепко есть отдел с канцелярией. Если вы ищете фломастеры или ваш ребенок пошел здесь в школу, то тоже можно недорого закупиться. Как и в других больших маркетах. Но если у вас нет времени что-то искать, то можно рассмотреть, что здесь есть. Белье отсюда я никогда не покупала. А вот носочки. Они тянутся. Это уже здесь точно есть хлопок. 5 штук, 5 пар. 5 штук, 5 пар. Стоит 2,30 евро. Белые, черные, серые. Что еще надо? Есть, конечно, и розовенькие. Можете выбирать. Но мне кажется, что это самые универсальные. Если вам нужны заколки, резинки, то здесь есть и что-то неброское, что-то более такое девочковое. Розовое, фиолетовое. Фиолетовое, видите? Ну, почти нет, но тем не менее. Понятно. Никакое милашество. Не знаю, кому-то это надо или нет. Но я иногда мальчикам покупала. Не такое что-то красивое, нарядненькое. И вот если ходили в город гулять, то тоже почему нет. Удобный пиджак. Мужской для мини-мужчины. 7 евро. Ой. Когда это было? Вроде так давно. Время летит очень быстро. Джинсовка. До двух лет. Всего за 7 евро. Джинсовка как джинсовка. Ничем не отличается от H&M или Zara. Конечно же H&M. Это то место, где я больше всего покупаю своим детям. И здесь есть целый отдел вещей 3 за 2. В чем суть? На этих вещах, которые входят в акцию, есть вот такие этикетки 3 за 2. То есть вы берете 3 вещи, платите за 2, которые подороже. И та, которая самая бюджетная, ну, самая дешевая, достается вам бесплатно. И если вы потом что-то возвращаете, то вы также приносите эти 3 вещи. Вы не можете одну вещь из этого вернуть. Вот так. Что касается возврата. Для возврата нужна только карточка или же вам вернут наличку. Паспорт здесь не нужен при возврате. И здесь в этом отделе 3 за 2 есть как футболки, так и спортивные штаны. Иногда это комплект толстовки на замке, без замка. Много чего. Опять же, для сравнения. Толстовка на замке детская стоит 45 злотых. Сколько это евро? Не вижу евро, но по гривнам тоже можно сориентироваться. Набор из 3 футболок за 79 злотых. Наши знакомые покупали в H&M по такой акции. И сказали, что сам H&M здесь уже изначально дешевле, чем, например, в Украине. Более выгодно брать. Например, детские футболки на размер 134-170. То же самое есть на отделе для девочек. Написано, что 10 злотых стоят футболки. Это 2 евро с копейками по курсу на сегодняшний день в Польше. Но я начала рассматривать. И вот, например, футболки вообще по 8 злотых. Это еще меньше, чем 2 евро. Детская обувь. Мы находимся в магазине ЦЦЦ. Когда выйду, засниму вывеску, чтобы вам было проще ориентироваться. Здесь есть несколько их собственных брендов. Также некоторые марки специально для них производят какие-то модели. Но в основном здесь нормальные цены. И тот же Джина Росси создает для них специальную линейку, которая дешевле, чем их стандартная. Сейчас перед нами линейка Лосоцки. Для себя я никогда ничего не покупала. Но это именно кожаная обувь. Для детей беру постоянно. Нам хватает на несколько сезонов. Они хорошо носятся. У нас были как ботинки, так и кроссовки, и сандали. У них есть несколько коллекций Лосоцки. Для самых маленьких, постарше и до 36 размера. Даже в этом сезоне я приобретала своим мальчикам обувь для них. Очень высоко. Надеюсь, вам приблизительно хотя бы видно. Это не то чтобы спортивные кроссовки, но можно что-то подобрать. Например, на выходной день мы всегда покупаем вот эту обувь. Посмотрите, какие красивые модельки. Кожа внутри и снаружи. Ну и сандалии будут как и открытые, так и закрытые больше. Показать вам. Смотрите, для самых маленьких, начиная с 19 размера, цена не слишком высокая. Мы брали на 9 месяцев вот такие. Это не прямо ортопедическая обувь, но они неплохо держат ножку. И красиво выглядят, правда? Начиная с 19 размера, где-то по 25. Видите, это уже сандалии чуть более закрытые, потому что дети ходят, спотыкаются. Также здесь предусмотрено то, что дети будут сильно ударяться передом, поэтому не сразу как бы все испортится. Более прочные. В каждом CCC могут быть немножко разные модели, потому что их тоже быстро раскупают, я сама за ними охочусь. Это вот типа как кроссовки. Есть и кроссовки подешевле. Они не кожаные, но тоже красиво выглядят. Вот эти интересные, эти, эти. Поэтому можно что-то выбрать. Сверху вот похожие на лосоцкие, только другие из материалов других. Я всегда в теме мальчиков, но чуть не забыла вам показать и девочковые. Та же линейка лосоцкие, только другие модели, другие цвета. Вот для маленьких девочек. И постарше. Если вам нужно найти что-то белое, например, там или синее, то такие тоже есть. Вот еще целая полка. Это первые встречные CCC, куда я зашла. Лучше выбирать магазины покрупнее. Там точно будет представлена линейка лосоцкие и будет больше выбор. Раньше у этого магазина логотип был оранжевого цвета. Сейчас переделали на белый. И выглядит так, как сейчас у вас на экране. Захар у нас бегает возле дома вот таких. Они не брендовые, просто обычные кроссовки, черные. И у нас еще нельзя ходить в тапочках в школу. У них сменная обувь. Тоже иногда берем. Потому что нужна или черная, или черная с белой подошвой. Короче, все сложно. Но я нахожу такое даже в недорогих магазинах. Здесь же представлены резиновые сапоги, кроксы, оригинальные кроксы. Но немного расцветок. А вот что касается не прям фирменного кроксов, то есть вот такие. Кроксов у нас никогда не было. На бассейн приобретаем и отлично служат. Пока они их прям полностью не разорвут, то все нормально. Также здесь есть тапочки. Для детей в детский сад я брала сейстапки. Раз показала мальчковые, то тоже кроксы для девочек. Смотрите, в виде сандалий и шлепки резиновые, и сине-красные, и зелененькие. Ну и по классике розовый. Белый прикольный, правда? Практически в каждом торговом центре у нас есть магазины под названием Си-Эн-Дэй. И сейчас покажу вам, что можно найти там. Очень удобно, что в этом магазине есть вещи для женщин, для мужчин и для детей. Для себя я никогда ничего здесь не покупала, но для деток мне нравится качество. Да, это дороже, чем в Пепку, например, но приблизительно так же, как в H&M, скажем, в детском отделе. Посмотрим, для примера, куртку. На рост 86, сейчас есть еще и скидка 50 злотых. Три детские футболки, такие летние. Скоро уже станет тепло. 12, 13 евро, да, 50 злотых. Три штучки. Приятный хлопок, не тоненький. И у нас были разные вещички отсюда. Они не выстирываются, не вытягиваются. Мне нравится больше, чем Заре. Леггинсы. Три штучки для девочек. Тоже 13 евро. Если у вас совсем маленькие дети, то есть и боди на каждый день, или для сна с длинным рукавом, с коротким. Ну и что-то типа как. Для взрослых только в микроразмере. У нас скидки начинаются где-то в начале июня, но тем не менее набор из двух вещей вот уже с сейлом. 40 злотых. Просто выбираем такое, как надо. А вот целый отдел вещей для моих мальчиков. В том числе они немножко большимерят. Имейте это в виду. То есть у моего Захара рост больше, чем метр сорок. Но здесь метр сорок идет на 10 лет. Спортивные штаны здесь не тоненькие. Бывают с начесом и полегче. Но вот теплые еще на переходной сезон 15 евро. Чуть тоньше. 13 евро. Мне нравится материал. И они не бледнеют после стирки. Огромное количество футболок, всевозможных брючек, удобные джинсы, курточки, ветровки, шорты, если вдруг останетесь до лета или планируете здесь жить. Но вот футболки, например, от 25 злотых. Сейчас скажу, сколько. От 6 евро. Дороговато, конечно. Но это уже на мальчиков и девочек повыше. То есть не совсем малыши до 2 лет, а старше. Здесь же можно найти белье. Например, комплект из 4 штук для мальчиков. 4 евро. Хлопок. Не тоненький, еще раз повторюсь. Носки разных расцветок. Как высокие, так и пониже. Если вдруг еще холодно, то здесь я раньше постоянно покупала мальчикам и колготки. Таких универсальных цветов. Удобная толстовка на замке. Такая расцветка может подойти и мальчикам, и девочкам. У нас еще и бывают скидки. Минус 20%. Если вдруг такая акция будет, я дам вам знать в инстаграме. На 7 лет, но мне кажется, что даже на 8 подошла бы такая толстовочка. 13 евро. Вот так. Так же, как в H&M, здесь есть отдел с головными уборами. Сейчас у нас уже не сезон, поэтому теплую шапку не найдешь. Но на лето какие-то кепки. Вот за 7 евро или 25 злотых. Разные расцветки. Конечно, бывают какие-то коллекции. Вот щенячий патруль или спайдермен, но это нужно попасть. Зато основа всегда точно есть. И здесь вот белье. Это уже по-польски боксерки. То есть в виде плавок, или как это называется. Как это? Не забываю слова. На каждом языке уже, по-моему. Они стоят 3 штучки 9 евро. Если у вас дети уже постарше, то также можно найти что-то самое необходимое. В женский отдел мы не пойдем. Где-то моя мама там. Но я пытаюсь найти что-то в основном для детей. Может, в следующий раз. На этом мы с вами потихоньку будем закругляться. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я вижу и чувствую всю вашу поддержку. Я перечитала огромное количество комментариев, электронных писем, в директ каких-то сообщений. Спасибо вам. Независимо от того, из какой части этой планеты вы меня смотрите. У нас могут забрать все. Имущество, работу, свободу, свободу слова в том числе. Но вот то, чего не отнять, это человечность. И когда ты видишь добро, то все-таки остается надежда на наше с вами светлое будущее. На этом пока-пока. Берегите себя и встретимся уже совсем скоро.